Вопрос. В 1422 году я совершил паломничество, но у меня есть долги перед некоторыми людьми. Причина их в том, что я дал некоторым людям в долг, но они обманули меня и не вернули их. А за долги отвечаю я, и сейчас обязан вернуть их. Я спросил одного шейха о том, могу ли я совершить паломничество, не вернув долги, он ответил, что да. Я могу, так как я знаю, что если пожелает Аллах, верну их. После прочтения вашего ответа я обнаружил, что он противоречит тому, что был дан мне. Принято ли мое паломничество, зная, что я совершил его, не вернув свои долги? Я не спросил разрешения у людей, которым должен. Если мое паломничество неверно, то что я обязан делать? Ведь первое паломничество является обязанностью в исламе, а второе – желательным действием. Ответ. Хвала Аллаху. Задающий вопрос не должен спрашивать о том, было ли принято его поклонение. Ведь это знает лишь Всевышний Аллах. Вопрос должен быть только о верности поклонения, о выполнении всех условий и столпов. Если человек совершил паломничество, хотя на нем были долги перед другими людьми, то его паломничество верно, если были исполнены все условия и столпы этого поклонения. Наличие долгов не влияет на верность паломничества. Однако лучше, если должник не станет совершать паломничество и вернет деньги, которые он потратил бы на паломничество, людям, которым он должен. По шариату он не считается человеком, у которого есть возможность совершить паломничество. Приведем вам фетвы постоянного комитета по этой теме. Первое. Паломничество, если пожелает Аллах, верно. На верность хаджа не влияет заем денежной суммы. Эту фетву дали шейхи Абдул-Азиз ибн Баз, Абду-Раза'к Афифи, Абдуллах ибн Гудаян. Второе. Одним из условий обязательности паломничества является возможность его совершить. Возможность – возможность материальная. Если человек является должником, и люди требуют возврата долгов и запрещают совершить паломничество до их возврата, то он не совершает паломничество, так как не имеет возможности его совершить. Если же люди не требуют возврата долгов, и он знает, что они снисходительны к этому, то ему дозволено совершить паломничество. И, возможно, паломничество станет ему благой причиной для возврата долгов. Фетву дали шейхи Абдул-Азиз ибн Баз, Абдул-Раза'к Афифи и Абдуллах ибн Гудаян. Аллаху ведамы лучше.